здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы вам покажем четырехспальную виллу полностью готовы для проживания с большим участком земли 1000 квадратных метров с готовым садом с индивидуальным бассейном 5 на 10 с сауной с собственным баром которая находится в 400 метрах от пляжа камелот прямо от воды как говорил герой андрея миронова человек умеет жить это я сейчас про собственника это виллы в эту виллу можете приобрести мы вам сейчас я покажем я вам гарантирую я вам просто на миллион процентов гарантирую что вам понравится меня зовут игорь коршунов генеральный директор и владелец компании leverage investments лидера рынка недвижимости северного кипра напомню что мы работаем для вас 2004 года мы продали уже почти 5000 объектов недвижимости на северном кипре мы единственная компания на северном кипре каждая сделка которой застрахована на 400 тысяч евро что дает еще больше уверенности надежности безопасности вам нашим дорогим покупателям и так вот вилла мы вам сейчас ее покажем прямо начиная от входа напомню история начиналась так вы нам поставили нерешаемую задачу виллы для постоянного проживания а это значит регион киринея но который находится прямо возле пляжа прям в пешеходной доступности до пляжа таких объектов практически не существует потому что возле пляжа строится либо отели либо пляжные такие комплексы либо рестораны бары казино строится курортные кита комплексы на продажу квартиры либо виллу но так что для постоянного проживания это было почти нереально мы нашли для вас три таких на сегодняшний день объекты недвижимости 2 уже сняли если еще не смотрели эти видео обязательно посмотрите уверен вам понравится ссылочки есть в описании и в закрепленном комментарии но вот этот дом пожалуй он самый лучший из того что мы нашли вот по вашему запросу на сегодняшний день идемте посмотрим его подробно прямо начиная от входа уважаемые зрители вот вход на виллу как всегда у нас есть как всегда в хороших домах две ступеньки чтобы отделить от воды какие бы ни были дожди они вели не помешают у нас приходит сразу же как видите огромная крытая терраса у нас жарко вы видите я весь мокрый потные от жары но тем не менее здесь у нас тенек здесь находиться даже сейчас в середине дня когда солнце в зените когда максимальная жара в августе здесь находиться очень прохладно и комфортно здесь можно находиться даже без потолочного вентилятора все что увидите на этой вилле все что вы увидите во дворе наверное не считая автомобиля все входит в ее цену это важно обращайте на это пожалуйста внимание и так входная дверь здесь противомоскитная сетка как видите сегодняшний владелец виллы шотландец как всегда вы покупаете объекты недвижимости из первых рук вы прийти мы вас познакомим напрямую собственником будете по всем вопросам разговаривать с ним лицом к лицу вы получите этот объект недвижимости как всегда из первых рук по лучшей цене не забывайте об этом и так приятная входная дверь скорее всего это алюминия может быть это пивиси в любом случае она приятным мы заходим коридорчик не на кухню как это бывает обычно охлаждение и обогрев виллы это система центрального кондиционирования мы еще покажем и так мы зашли в прихожую и дальше направо у нас гостиная гостиная и столовая одновременно здесь на вилле дорогущая мебель она вся не считает и техника тоже не считая личных вещей собственника она вся входит цену стоимость виллы 550 тысяч фунтов но если взять в этом в этой местности если вдруг мы с вами чисто случайно найдем такой вот участок земли тысячи квадратных метров мы за него заплатим больше половины этой суммы 550 тысяч если мы возьмем мебель технику вот эту верой в систему систему кондиционирования и обогрева это будет стоить ну пусть даже будет 100 тысяч фунтов хотя скорее всего дороже если мы возьмем все что мы увидим в саду мы еще покажем сегодня в этом видео это тоже 120 150 тысяч фунтов короче говоря если посчитать расходы на эту виллу то как бы сама вилла она просто предлагается бесплатно вот за эту цену 550 тысяч фунтов на это тоже обращайте внимание далее следующая дверь из прихожей это кухня кухня у нас отдельная она у нас за закрытой дверью а также она отделяется дверью от гостиной то есть можно занести в столовую зону блюдо с кухни а можно остаться здесь кухня у нас небольшая кухня уютная здесь огромный двухкамерный холодильник прям реально огромный здесь еще встроенный холодильник прямо сейчас он не работает его надо чинить его собственники использовать просто как шкаф но здесь есть здесь гранитная столешница двойная двойная электрическая плита вытяжка посудомоечная машинка раковина с видом из окошка во двор в общем все хорошо все очень уютно есть потолочный вентилятор есть я вам говорил система центрального кондиционирования либо центрального обогрева есть охранная сигнализация это пожалуй одна из лучших вилл на северном кипре которую я видел я имею ввиду там не дизайн не площадь даже не локацию я имею ввиду насколько уютно и хорошо по хозяйски собственники ее для себя обустроили ставьте лайк если она вам тоже нравится если что-то не нравится пишите в комментариях вы знаете у нас всегда без цензуры обсудим вместе может быть это кому-то из зрителей даст какие-то новые идеи идемте дальше мы все еще находимся на первом этаже как видите помещение не такие уж огромные но они изолированы друг от друга и может быть даже это лучше что помещение изолированы они одно огромное помещение мы вам показали гостиную мы вам показали прихожую мы как показали кухню гостиная кстати вместе со столовой идемте дальше у нас есть еще одна гостиная стиральная машинка кстати вот здесь в этом коридорчике а также вся бытовая химия и кое-какое постельное белье можно складывать здесь здесь же на первом этаже у нас такой вот гостевой туалет и душевая здесь же а также вторая гостиная тоже полностью меблированной заходите пожалуйста я говорил владелец шотландец поэтому как видите материал для ковра он в цвете традиционного шотландского кильта здесь же у нас есть камин работающий эффективный хороший энергии эффективный камин здесь же у нас есть телевизор можете использовать эту комнату как хотите как видите это слайдер окно она ведет к входу на виллу здесь довольно светло и комфортно и есть два потолочных вентилятора идемте дальше поднимаемся на второй этаж уважаемые зрители на всей вилле мраморной полы лестница тоже из мрамора есть поручни то есть если вам нужно за ней держаться когда вы поднимаетесь они тоже есть есть одно окошко есть второе здесь светло даже если вы не будете включать освещение все равно здесь светло на втором этаже у нас четыре двери это три спальни и семейная ванная давайте сразу же посмотрим семейную ванную ой какая уютная плиточка покажите пожалуйста нашим зрителям вот эту вот эту вот это уютное зеркальце тумбочка не знаю как это правильно называется здесь же окошко с противомоскитной сеткой душевая без кабинки если надо вы здесь поставите очень приятная плиточка на полу мне очень нравится напишите пожалуйста в комментариях как вам вот эту спальню собственники используют как хозяйскую спальню хотя она не самая большая в доме я сейчас объясню почему это управление потолочным вентилятором есть система центрального кондиционирования а почему эту спальню используют хотя она не самая большая как хозяйская мастер спальня потому что здесь есть огромная терраса проходите смотрите здесь наверно метров 20-25 крытая терраса опять же мебель на террасе спутниковая антенна обращаю ваше внимание что везде на этой вилле продуманы водостоки это очень важно для того чтобы не было протечек каких-то сырости плесени зимой очень многие застройщики почему-то это совершенно не делают это не так сложно это не так уж дорого но это очень важно обращаю на это ваше внимание вот такая огромная терраса ее можно было бы тоже накрыть но владельцы решили что вот так им тоже устроить наверное потому что они пользуются скорее всего вечерами когда нет уже жары либо по утрам когда солнышко еще там и здесь тенек идемте дальше внутрь дома вот это у нас изначально была мастер спальня она большего размера чем остальные спальни здесь есть свой небольшой балкон который выходит во двор виллы не будем сейчас на него выходить и еще одна третья спальня как видите все спальни с большими встроенными шкафами еще одна спальня самая небольшая такая вот гостевая несмотря на то что она небольшая как видите здесь в общем довольно просторно здесь стоит одинарная кровать но при желании можно убрать эту мебель либо как-то ее подвинуть и поставить двойную кровать она здесь тоже спокойно поместится и несмотря на то что размеры небольшие все еще это будет такая нормальная удобная спальня, светлая, с двумя окошками, со встроенным шкафом и с потолочным вентилятором с системой центрального кондиционирования. Оно же центральное отопление. Уважаемые зрители, выходим в коридор. Вот здесь у нас система центрального управления с центральным кондиционированием и обогревом. Идемте посмотрим, что у нас во дворе. Уважаемые зрители, вот мы с вами вышли снова из дома. Мы опять на той самой прекрасной уютной крытой террасе. У нас здесь кованая калитка, довольно просторный широкий проход от этой калитки. Посмотрите, пожалуйста, сегодняшний собственник засыпал всю территорию гравием. Только по периметру он оставил растения. Если вы захотите, вы можете убрать этот гравий, сделать здесь фруктовый сад, либо зеленый газон, как вы захотите. Здесь уже довольно много, посмотрите, различных светильников. Светильников очень много. То есть сад подсвечивается в замечательное вечернее время. Причем большая часть светильников на солнечных батареях. То есть она не занимает много расходов на электроснабжение. А также под землей проведен капельный полив. Вам не нужно вручную все это поливать. 24 на 7 круглый год, 365 дней в году. Все это поливается автоматически. Большая замощенная парковка на два автомобиля. Вы видите, вот один автомобиль здесь уже припаркован. И вот достаточно места для того, чтобы здесь спокойно припарковать еще один автомобиль. А ворота, как я вижу, они на электроприводе. То есть они открываются мотором. Очень-очень-очень удобно. Очень мне все это нравится. Вот эти все так интересно подстриженные растения. Вот эта вся зелень. Замечательный, замечательный, очень уютный сад. Кстати сказать, вот у соседей тоже уютный сад. И он радует глаз. Данная вилла от этих соседей, она не закрыта какой-то там живой изгородью или высоким забором. Но вот эта зелень, вот это вот прекрасное цветущее дерево, даже вот этот искусственный зеленый газон у соседей, они все равно радуют глаз. Идемте продолжим здесь. Здесь дрова для камина. У собственника виллы все очень хорошо сделано, очень по-хозяйски, очень-очень удобно. Мы с вами начали с такой бытовой части, не очень привлекательный, но это важно, что у нас здесь есть. Есть где спрятать мусорные контейнеры, есть здесь спрятать дрова. Вот здесь стоят сушилки для того, чтобы эти вещи, они не были видны ни хозяевам, ни гостям, ни соседям. Это хорошо, что есть такая часть, и она так грамотно и удобно, спланированно и сделана. Вот, кстати сказать, такой вот очаг мы расспросим у собственника, где он его и как использует, потому что я видел такой же. Это вот шланг для полива, если нужен полив вручную, как видите, проведен, выведена вода. В общем, все очень сделано хорошо и по-хозяйски. Смотрите, опять же, мы с вами сейчас попали в такой крытый, кстати сказать, уголок дома. Здесь выход с первого этажа, вот там, где вторая гостиная шотландская, выход отсюда. Здесь, я смотрю, у хозяйки вся бытовая химия спрятана вот в этих шкафчиках. Здесь столешница, и можно что-то мыть, чтобы это делать там, где есть брызги, там, где это нужно делать во дворе, а не в доме. Вот, пожалуйста, для этого есть специально отведенное место. Идемте дальше. Будем смотреть уже более красивые, практичные вещи. Это сауна. Это сауна, она находится во дворе. Сейчас лето, сейчас у нас везде здесь сауна. Можно просто выйти во двор, и уже вы попадаете в сауну. Поэтому, вот в данный момент, ее немножко так завалили личными вещами, используют немножко как кладовку. Но, если эти вещи мы убираем, это сауна. Вот, пожалуйста, вам термометр. Вот вам, посмотрите, вот вам сам этот нагревательный элемент. Вот здесь ковшик. Вот. Все, все очень комфортно. Здесь могут разместиться несколько человек. Сауна входит в цену виллы. Идемте дальше. Посмотрим, что еще себе хорошего сделал собственник. Собственник сделал Outdoor Kitchen. Такую вот себе летнюю кухню с вентилятором. Здесь есть мойка с хорошей, качественной, не знаю, с какого материала, мойкой. Здесь есть плита, газовая плита. Здесь есть два холодильника. Это посудомоечная машинка. Все это накрыто. Никакие дожди не помешают собственникам наслаждаться жизнью. И их собственный бар. Приходите поближе, мы на него посмотрим. Маленькая деталь. Я говорю, что собственник шотландец. И шотландцы носят традиционно кильт. Поэтому даже вот эти стулья, я не знаю, деталь пикантная, уберите детей от ваших YouTube приемников. Даже стулья сделаны так, чтобы мужчины могли усаживаться в баре прямо в юбках. Ничего им не помешает, чтобы все части тела чувствовали себя комфортно. И здесь все стулья барные сделаны под заказ. Именно такие мраморная столешница. Посмотрите, сколько здесь напитков. Я думаю, все войдет в цену этой виллы. Или при продаже можно будет отмечать. Вот у нас это, скорее всего, такой вот барбекю. Телевизор с IP-телевидением, с интернет-телевидением. Все, все входит в цену виллу. Идемте дальше. У собственника здесь есть свой небольшой офис. Крытый. Здесь можно работать и зимой. Видите, вот есть камин для обогрева. Здесь можно работать летом. Вот у него здесь компьютер, компакт-диски, книги. Такая вот небольшая библиотека, чтобы можно было проводить время. Не в доме, а здесь вот ближе на террасе. Здесь еще у него одна компьютерная комната. И такая небольшая кладовая во дворе, чтобы не использовать место на вилле для хранения своих личных вещей. Кстати сказать, терраса вот эта, она сделана очень хорошо. Здесь арматура, бетон. Ну так вот, для того, чтобы выдержать любые землетрясения. У меня очень хорошая плиточка, такая качественная. Она не скользящая. И она так вот сделана с эффектом под дерево. А это у нас такая мангальная небольшая комната. Вот здесь вы присаживаетесь. У вас есть мангал. Здесь же есть слив, если вам нужно это все помыть, чтобы сюда уходила вода. Здесь же есть влагозащитная розетка. Еще одна влагозащитная розетка. Вот там еще одна розетка, еще одна розетка. Потому что вот эти лампы, они подсвечивают это место. В общем, очень-очень уютно, аутентично, прекрасно. Садовая мебель, два огромных зонтика. Вот индивидуальный бассейн. 8х4, хотя на вскидку мне показалось, что 5х10. В общем, довольно просторный, такой переливной, уютный. Вот еще одно техническое крытое помещение. Здесь у нас живая изгородь. И много-много-много всяких интересных, уютных, таких вот милых вещичек в саду. Замечательный сад. Там вот цитрусовое растение. Это миндаль. И вот в ту сторону мы обходим дом и снова возвращаемся на автомобильную парковку. Такой вот дом. Уважаемые зрители, извините за то, что видео получилось таким длинным, но этот дом, он стоил того, чтобы хотя бы вкратце, в целом показать вам каждый его уголок, чтобы вы могли его оценить. Ставьте лайк, пожалуйста, если этот дом вам понравился. Пишите в комментариях, понравился, не понравился. Что вы хотели бы поменять? Хотели бы вы жить в таком доме? Давайте подытожим. Цена 550 тысяч фунтов. Я считаю, это прекрасная цена для такого дома. Если бы мы с вами сейчас захотели купить такой участок земли, получить разрешение на строительство, заплатить все налоги, построить дом, построить вот эти все помещения снаружи, индивидуальный бассейн, сад, мебель, центральное кондиционирование внутри. Мы бы гарантированно потратили больше миллионов фунтов на сегодняшний день. Но, честно говоря, в этой местности больше нет участков земли, чтобы можно было приехать, купить и построить здесь дом. Мы находимся в 400 метрах от воды, от пляжа Камелот. Это платный оборудованный пляж, шезлонги, зонтики, ресторан, водные виды спорта, там все есть. Но можно просто прийти, жителям этого комплекса искупаться, уйти, я думаю, 400 метров, это приблизительно 5 минут неторопливым шагом. Очень хорошие соседи, очень уютная улочка, очень зеленая, очень обжитый уже хороший район. Мне здесь очень нравится. Мы находимся в Алсанжаке, регион Киринея. Вы знаете, что Алсанжаке-Лапте, это два самых уютных, самых популярных района для постоянного проживания на всем Северном Кипре. Потому что, с одной стороны, здесь всего лишь двухэтажная застройка и довольно зелено. С другой стороны, здесь есть вся необходимая инфраструктура. Пляжи здесь, пляжей в центре города Киринея нет. Рестораны здесь, банки здесь, очень хороший муниципалитет, наверное, самый лучший мэр вообще на всем Северном Кипре. Очень удобно, очень уютно здесь жить. Я вам скажу больше, даже детские секции уже, они переезжают из центра города в район Алсанжаке-Лапте. То есть, уже там танцы, уже хорошие тренеры по различным видам спорта, поединоборств. Уже все находится здесь. Многие люди даже в отделениях банка здесь открывают себе счета, они в центре города. Потому что здесь есть место для парковок и здесь нет очередей. Поэтому очень уютно. Здесь же есть и государственная школа, здесь есть частная школа Ненджат Бритиш Колледж. В общем, Алсанжак прекрасное место. Мы находимся приблизительно в 8 километрах от центра Киринеи. Учитывая, что нам муниципалитет расширил дорогу, сейчас нет пробок. Я сюда ехал 6 минут неторопливым таким движением. От центра города Киринеи. То есть, это недалеко, это удобно. Пусть в другое время суток, в другое время года, когда есть школа или когда больше туристов, или когда люди с утра едут на работу, пусть это будет не 6 минут, а 16. Но в любом случае, это не очень далеко. Это довольно комфортно. 400 метров до пляжа Камелот. По-моему, замечательная локация. На вилле три спальни, но вот ту вторую гостиную при желании вы тоже можете сконвертировать в спальню. Поэтому давайте будем говорить, что здесь четыре спальни. Здесь гостиная со столовой, здесь отдельная кухня. Система центрального охлаждения, отопления на вилле. Есть камин, есть свой бар, есть сауна, есть много таких хозпостроек. Большой хороший сад, участок 1000 квадратных метров. Замечательная вилла. Уважаемые зрители, мы сделали просто невероятное. Вы от нас хотели виллу возле пляжа в Киринеи для постоянного проживания. Собственно, вы просто хотели виллу на Северном Кипре у пляжа для постоянного проживания. Вот, пожалуйста, мы вам ее нашли. Ставьте лайки, если вилла понравилась. Пишите в комментариях, то ли это что вы хотели, или надо что-то другое. Пока других объектов, которые соответствовали бы вашим пожеланиям, мы не нашли. Но у меня есть еще одна вилла на примете. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые интересные видеоролики о Северном Кипре, о недвижимости Северного Кипра. Там тоже три спальни, три ванных, но и индивидуальный бассейн. Но там цена 220 тысяч. По крайней мере, пока что не понимая дополнительные расходы, пока так нас сориентировал собственник. Постараемся в течение месяца-двух с ним договориться и тоже выставить ее на продажу, тоже показать. Это будет, может быть, четвертый вариант, который соответствует вот этим пожеланиям. Если интересны любые другие объекты недвижимости, там апартаменты для постоянного проживания, апартаменты для перепродажи, для сдачи в аренду, курортная недвижимость, любой другой регион. Это может быть Сент-Пейске, Леобоас, Никосея, Гюзельюрс. Все, что вам нужно. Вы знаете, мы самая крупная компания на рынке недвижимости Северного Кипра. Мы работаем с 2004 года. У нас самая большая база юридически проверенных объектов недвижимости. Просто напишите нашим сотрудникам. Ссылочки на наши контакты есть в описании и в закрепленном комментарии. И в течение нескольких минут они к вам выходят на связь и высылают вам подборку объектов, которые идеально подходят. Именно для вас вы посмотрите, что есть, по каким ценам есть и уже немножко заранее сориентируйтесь. Если вы хотите приехать и посмотреть все своими глазами, скажите нашим сотрудникам, что вы хотите приехать в бесплатный ознакомительный тур. И они вам вышли сертификат, вы приедете, все посмотрите своими глазами. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!